Насколько эта вся история простая, вот так все выглядит. Замутите какие-нибудь совместные проекты. Я буду строгой, но справедливой. Мы любим нестандартные интересные задачи. Скоро за Нобелевской пойду? Да. К слову. Привет, друзья. Этот ролик начинается из автомобиля. Все помните, что мы снимаем часто ролики про Бодзи. И, казалось бы, ну что тут может быть проще? Купил робота, он же дошкольный. И учитывая то, что мы обычно рассказываем, насколько эта вся история простая и доступная любому педагогу. Вроде показал, распаковал, педагог взял и начал заниматься. Но нет. Во-первых, мы всегда говорим, что любой педагог может начать заниматься с Бодзи. То есть не обязательно это будет робототехника. Да и во многих учреждениях, я вам скажу сразу, нет специального педагога робототехники. То есть эти функции кому-то делегированы. Это как бы ни хорошо, ни плохо. Так как есть, живем. Другое дело, что даже в этом случае, используя простые конструкторы, необходимо мотивировать педагогов, показывать им, что это все просто. А еще классно это делать в сообществе. И вот я сегодня хочу вам показать как раз-таки, как на практике применяются, ну, точнее действуют те соревнования, про которые мы рассказываем. На самом деле, вот я на соревнования с Ваней сейчас поеду вообще первый раз. Никогда я их не видел ранее. Как они проходят, только в постах. Потому что это мы, это зона ответственности нашего партнера Татьяны Анатольевны из детского сада Легополис. И поскольку она всегда загорается какой-то идеей, понятно, что все она сама реализовать не может. Ей нужен тоже партнер, который и поможет в поставке оборудования, который придумает поля, которые обеспечат в нужное время нужными компонентами, то вот здесь наши интересы с ней как раз-таки и встречаются. Вот, сейчас я вам это все покажу. Мне самому тоже будет полезно. Ну и, собственно, я хочу, чтобы это видео мотивировало вас делать нечто подобное в своих регионах. Потому что, как показывает практика, обучение, а потом соревнования, это мотивирует. Видите, через соревнования у нас педагоги видят результат здесь сейчас. Самое важное, что видят результаты их руководителя. Потому что приобретение оборудования – это очередные вложения. И руководитель, несколько раз обжигавшись на том, что что-то купил, когда педагог обещал, что будет заниматься, а по факту не занимается, потому что столкнулся с какими-то проблемами, уже ничего не хочет покупать. Поэтому вот здесь я вам хочу продемонстрировать, что очень классный алгоритм получился. Посмотрите на него внимательно и попробуйте реализовать себя в регионе. Если что-то не получается, обязательно звоните Татьяне Анатольевне, пишите ей. Она у нас социально активная и поможет вам. Ну и, собственно, подходим к образовательному учреждению. Я иду не с пустыми руками. По ходу дела Татьяна попросила нас реализовать вот такую книжку. Это обложка инженерной книги, с которой они поедут в учебное заведение. Они нарисовали, а нам надо было только оплатить. Вот и, собственно, вот так выглядит учебное заведение. Добрый день, Татьяне Анатольевне. А по какому запросу? На соревнования. Вот так вот мы с вами, собственно, и заходим. Очень красивая территория. Кто не видел, учебное заведение. Часовинка. И яркий детский сад. Вот так все выглядит. Ну что, друзья, вот, собственно, перед вами Татьяна Анатольевна в очередной раз. Рядом со своей новиночкой. Знаете, кто делал. От Александра Белякова обращайтесь. Ладно, не об этом, а сегодня. Собственно, то, о чем я вам говорил. Татьяна Анатольевна, объясните людям, для чего вам, во-первых, вот эта вся движуха. Потому что здесь вы тратите свое время, по большому счету. И с одной стороны, а с другой стороны, вроде вы развиваете чужих педагогов, которые потом с вами же встречаются на соревнованиях. И как-то одно-то с другим не складывается. Ну, очень часто задумывалась над тем, зачем я это делаю. Кажется, что вот эта обратная связь, которую я получаю на соревнованиях, наверное, и дает мне сил для того, чтобы продолжать и продолжать, и придумывать все новые и новые проекты. И на самом деле, за эти 8 лет образовалось некое сообщество педагогов, которые приезжают с удовольствием в детский сад Легополис и участвуют все в новых и новых соревнованиях. Мы поняли, что пройдя чертежника через ту форму, когда ты обучаешь педагога, а потом он через 2 недели привозит на соревнования детей, более эффективно можно потратить и свои силы, и силы тех детских садов, направленных на развитие технического творчества, в городе Перми. Ну и потом, наверное, тебе тоже скучно было бы жить, если бы соревнования повторялись из года в год одни и те же. Ну, я здесь согласен. Меня больше вопрос интересует, вроде конкурентов себе растим. На мой взгляд, мы растим себе друзей. Ну, может быть, я такой человек, но для меня это важнее. Ну да, на самом деле я специально пытался спровоцировать, потому что очередное, точнее не очередное, а главное возражение, когда ты пытаешься донести миру что-то новое, типа давайте учить больше людей, потому что на самом деле в процессе обучения многие понимают, что это не их или наоборот их. Они раскрываются и идут там дальше. И нам говорят, что зачем мне воспитывать большое количество, я буду лучше вкладываться или в одного человека, или зачем мне, опять же, вкладывать силы в конкурентов или в педагога, который, скорее всего, уйдет. Ну, Саша, согласись, что еще интересно, когда все-таки мне понравился этот робот, который с точки зрения дошкольника очень интересен, понятен, доступен. Он маленький человечек, он со своей какой-то позицией может разговаривать, может совершать различные действия. Ну, и ты помнишь, я все время тебе говорила, что клюнула я только на то, что можно использовать вместо планшета телефон. Телефон, поэтому удобно, доступно и в нескольких лет уже импортозамещение, ну, второй год. Я надеюсь, это станет для нас какой-то такой находкой, которую мы будем с тобой развивать все дальше и дальше. Я слышала, что у тебя есть идеи по поводу бодзи из чертежника. Я права? Ну, да, на самом деле есть, но это в рамках одного и того же соревнования, потому что нам нужно охватить больше функций, а в рамках кингель-ринга оно не совсем визуально именно видно. Нам там траектории важно показать детям. То есть, ну, встретились два человека. То же самое хотелось сказать, как партнеры, мы уже с тобой много лет совместно, и у нас и рожаем, и рожаем. Да, не то слово. Скоро за Нобелевской пойду, к слову. Немножко поговорили о мотивации, Татьяна Анатольевна. Еще раз призываю вас. Возникают какие-то вопросы в рамках любых конкурсов. Татьяна Анатольевна открытый человек. Хотите реализовать у себя в регионе или стать ее партнером? Потому что я знаю, что эти отношения тоже приветствуются, когда параллельно проводятся. Лишь бы часовые пояса позволяли это делать все-таки дошкольники. Итогом нашей с тобой вот этой учебно-годовой работы станет соревнование крупное 1 июня. Да, конечно. Которые пройдут в школе Мастерград. И наш бодис уже стартует, наверное, в новую жизнь. Нас увидят миллионы в прямом эфире в России. Да. И нас станет больше. Друзья, поэтому присоединяйтесь к прямым трансляциям. Если успеваете и позволяет возможность, приезжайте на фестиваль Робочада. В описании оставим ссылочку. Вы познакомитесь с Татьяной Анатольевной, замутите какие-нибудь совместные проекты. Соревнования Бодис для нас новое соревнование, и мы участвуем в них не первый раз. Наши команды были победителями, и нам очень сильно понравилось. Ребятам было весело на них, потому что робот автоматизирован. У него очень много возможностей. Можно разные программы с ним составлять. После участия в соревнованиях мне предложили стать судьей. Я, конечно, с радостью согласилась. Я буду строгой, но справедливой. И уверена, что у ребят все получится. И, друзья, прежде чем мы закончим выпуск, часто нас спрашивают, когда видят какие-то штуки в интерьере, кто делал, где делал, где купить. Вот эту карту Татьяна Анатольевна нас попросила реализовать. На самом деле она просила просто карту. А поскольку мы занимаемся развитием бренда этого учебного заведения, нам важно, чтобы любой элемент подчеркивал этот бренд. И появилась вот такая карта России с новыми регионами. И фишка ее главная в том, что она универсальна и удобна. Вы можете с помощью вот таких флажочков отмечать места, где вы были. Или, допустим, у вас другие цели. Если вы путешествуете постоянно с детьми и тем самым изучаете города, их достопримечательности, то, собственно, тоже можно это использовать. LEGO вообще для этого идеально подходит. Понятно, что когда я говорю LEGO, это общее название. Не важно, какой производитель в настоящее время у этих панелей. Но получается достаточно интересно и красиво. Во всяком случае, все, кто проходит мимо этого места, у них цепляется взгляд. Потому что это что-то новое и редко вы такое где увидите. Поэтому вот такая карта появилась в детском сайте LEGOPOLIS. И второй запрос был. Опять же, у нас еще есть такая история про экологию. Пойдемте, вам сейчас про нее расскажу. Согласитесь, что часто мы следуем различным трендам и они бывают полезны. В данном случае, опять же, работа об экологии. Нормальная повесточка, я считаю. А с детьми об этом нужно разговаривать. И им это тоже очень интересно. Ведь ничего сложного нет в том, чтобы помочь своей планете тем, что ты собираешь крышки. В данном случае крышки собираются вот в такой контейнер. Но задачи именно делать таким его красивым перед нами не стоят. Опять же, из-за того, что мы знаем бренд учебного заведения, нам надо в каждом элементе подчеркивать его, чтобы сад LEGOPOLIS отличался своими аксессуарами и каждый элемент работал на развитие этого бренда. Поэтому в данном случае мы сделали вот такую панель, которая достаточно интересно смотрится. Главное, она мотивирует детей переносить крышки из дома. Почему? А все очень просто. Когда мы погружаем крышку в отверстие, то происходит вот такая история. Согласитесь, это намного интереснее, нежели просто мы кидаем в обычную коробку картонную. Хотя картон стоит дешевле, нежели вот такая штуковина, которую мы и создали. У нас уже ее просили продать в другие учебные заведения. Но, к сожалению, то, что аксессуары, которые мы разрабатываем конкретно для развития бренда, остаются только в той организации, для которой они были разработаны. Поэтому эта штука будет только у LEGOPOLIS. Но вы увидев, можете попытаться ее повторить. Я думаю, вы справитесь. Важно, что мы здесь показали детям. Они у нас не читающие правильно. Но мы нарисовали картинки, для чего мы перерабатываем. И что дальше будет с этими крышками. Если вам нужны тоже аксессуары, обращайтесь к нам. Мы любим нестандартные интересные задачи. И постараемся вам помочь. Ну что, друзья, вот такой короткий ролик у нас с вами получился. Главная его мысль в том, чтобы вы не боялись и выступали как организаторы, как участники соревнований. Это помогает развивать наших педагогов. А если педагог мотивирован и имеет необходимые компетенции, то он с радостью ходит на работу и развивает детей. Дети – это наше будущее. Собственно, основная мысль была именно в этом. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Напишите, какие интересные соревнования вы видите. Может быть, каких роботов вы используете. Или с какими трудностями при освоении робототехники вы сталкиваетесь. Постараемся вам помочь, что-то придумать, подобрать. И в целом увидимся. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok